Приветствую вас всех на своей страничке. Сегодня для меня очень волнительная процедура будет происходить. Для вас, надеюсь, чем-то полезное. Что же я хочу сделать? Есть у меня две вот такие баночки с вот такими малышками. Вот это детка от дикого белого, который у меня имеется и цветет. Вот это вот не детка, это орхидея реанимашка Сога Вивьен. Сестричка ее, по-моему, у меня испустила дух. Я их две брала, как бы в уцененном состоянии. Что я хочу сделать? Как вы видите, у обоих растюшек корни достаточно уже хорошо оплели низ горшка. Но имеется задел для того, чтобы корни еще росли. Но при этом мох выглядит вот таким вот. Он очень вот здесь вот жесткий, весь зеленый. И я предполагаю, что он уже засолился, ну и, соответственно, зацвел водорослями где-то. Я хочу растениям предложить другую посадку. Немножко, вернее, даже не другую посадку. Посадка будет эта же. Просто немножко изменить грунт и адаптировать их для дальнейшего роста. Что для этого мне потребуется? Недолго, как говорится, думая, я хочу убрать аккуратно вот этот вот мох. Кстати, по уходу за этими растениями довольно кропотливый он, потому что мне приходится их два, а то и три раза в неделю так обильно опрыскивать до того момента, пока водичка вниз не спустится. Вот так быстро просыхает мох или так быстро впитывают растения в себя влагу. Тут вот я вижу, ну, думаю, что и вам это заметно, там мелкий керамзит находится еще в посадке. Я хочу мох заменить на смесь мелкой коры керамзита. Немножко мха там есть даже. Но для этого мне, конечно, нужно старый мох из посадки убрать, при этом не потревожив растение. У него еще есть здесь возможность расти вот в этом стаканчике. И у меня, кстати, и емкости-то для посадки нету моих любимых стеклянных бокалов. По-моему, один у меня остался. Кстати, может, и стоит пересадить. Вот с вами говорю, и вот прихожу к тому, что, может быть, и стоит пересадить растяжку. Вот она тут просто уже бултыхнулась, когда я ее тут вынимала, или нет? А, она тут приросла. Она тут прилипла к... Так, ладно, воспользуюсь своим любимым способом. Это вытряхивание грунта сначала, а потом уже... Так... О, вытряхнула грунт вместе с растением. Так, ладно, это я потом вот так поставлю. Нашла я стаканчик. Отправляю на дно мелкий керамзит. Дренаж всегда нужен. Невыпитая вода может служить тому, что корни испортятся, которые будут в воде постоянно находиться. Поэтому лучше, если... Если керамзит будет на дренажном уровне все-таки, в закрытой системе. В классической системе, мне кажется, дренаж не всегда даже нужен. Пока доставала керамзит, нашла второй стаканчик такой же. Так, ладно. Что нужно здесь сделать? Хочу убрать мох, сильно как-то потрошить. Там не хочется перемещать корни. Сейчас я посмотрю, что тут... Есть ли тут то, что нужно удалить. Вот есть чешуйка только от листика. Так. Что-то я в последнее время все больше облегчаю себе жизнь. Все меньше у меня ухода за малышами и реанимашками. Так. Все. Ничего больше делать не буду. Аккуратно, аккуратно, аккуратно завожу. Как хорошо подходит. Как хорошо. Все хорошенечко встало. Прямо на дренаж. Так. И сейчас грунт достану. Покажу. Вот тут что уголек встретился уголек. Я выбрасываю. Сейчас покажу вам какой у меня грунт. Поехали. Вот такой грунт. Вот. Тут даже кокосовое волокно там есть. И я потихонечку начинаю туда загружать. Тут, в принципе, сильно мелкий грунт не подойдет. Даже скорее где-то у меня тут были кусочки коры лесной. Они будут в самый раз вот туда внутрь. Внутрь вот сюда. Вот здесь большой кусочек. Сейчас я попробовала вставить сюда. Ну-ка, аккуратненько, аккуратненько. Залозим. Так, 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 так. Все хорошо. Так, вот здесь еще кусочек поместится. Осторожно. Осторожно, аккуратно. Я думаю, что все будет замечательно. Так, а теперь можно засыпать наборным грунтом. Чтобы не было сильной непроходимости. Если воздух не будет проходить, то все это быстро зазеленеет и может пропасть. Я имею в виду корни пропасть. Нам этого не надо. Нужно с умом подходить к посадкам. Где-то влагоемкие компоненты должны быть. Где-то они в меньшем количестве должны быть. В закрытых системах, конечно же, сильно влагоемких компонентов поменьше должно быть. Так, большие керамзители убираю. Что-то проваливается. Есть воздушные карманы, но это неплохо. Абсолютно неплохо. Особенно для закрытых систем. Не забываем, что корни орхидеи нуждаются в воздухе, в дыхании. Так, цветочек хорошо закреплен. Я его отставляю в сторону, перехожу к следующему цветочку. Аккуратно его сразу, наверное, так вот буду вытаскивать. Так, вот здесь есть один корешочек. Вот этот присосался к дну. Мох я этот буду выбрасывать. Ой, а тут, смотрите, резоиды какие-то. Видите, это не плесень. Это корневые волоски, так называемые. Ой, здесь и корни есть пропавшие. Эти волоски, они показывают нам, что, наоборот, орхидеи очень нравятся. Что, в общем, она адаптировалась и все хорошо у нее. Эти резоиды. Видите, еще раз показываю. Вот эти беленькие волоски, они на плесень похожи. И многие мне пишут, что у меня на корнях плесень. Вот нужно отличить, плесень это или нет все-таки. Так, листочек снимаю. Раз уж я растенец достала, то в посадку отправлять его с этим листом. Нету смысла. Вот пупочка здесь, корешочек проклюнулся. Здесь есть испорченные корни. Это все старые корни. Я их сейчас удалю. И место среза... Так, это не надо. Это не надо. И это... Так, аккуратно, аккуратно. Так, вот так. Место среза капну перекисью. И немножечко, пока перекись будет работать, так, немножечко пинцетом поубираю еще оставшийся мук. Если он будет убираться. Какие-то вот чешуйки. Тут шейка очень тоненькая, потому что растенец маленькая. Только вот из реанимации вышедшая. Да, корней здесь, конечно, кот наплакал. Ну, ладно. Будем надеяться, что новая посадка достал чок, потому что у меня сога-вильен сидит в такой посадке. И многие реанимашки, которые я у Лены покупала, кто со мной давно тот знает, они тоже в таких посадках показали очень активный рост. Дренаж отправляю на дно. И усаживаю орхидейку, аккуратно располагая корни. Так, все. Корешок я буду видеть. Это важно, особенно для начинающих, чтобы определить необходимость полива. Стоит ли сейчас поливать или еще подождать. Так, это у меня... Я извиняюсь, что я камеру трясу, но очень близко расположено все у меня. Здесь и камера, и растения. Так уж получается. Уж не обессудьте. Так, вот этой стороной встал. Хорошо. Очень важно зафиксировать растения в посадке, потому что для орхидеи, как это, основополагающим в их жизни является принцип, чтобы они были в безопасности, скажем так, чтобы их не сдуло ветром. Для этого... Именно для этого они крепятся сами к поверхностям различным. Вот так вот достаточно много здесь больших кусочков поместилось у меня. А сверху я наборным грунтом так же все буду засыпать. Так, у меня тут уголек я выбрасываю, он быстро засаляется. И смесь коры мелкой, керамзита и кусочков мха. Поливать буду, как всегда, проливом, но не сегодня. Дня через два, может быть, я полью, посмотрю по корешкам, по цвету. Пока что я их определяю на то же самое место для малышей и доходяжек, которые вы видели в обзоре. Такая маленькая полочка есть у меня с отдельной лампой. Так, вот это сюда. Там лампа достаточно близко расположена. Так, вот здесь... Что у нас тут шатается? Шататься нельзя нам. Нам надо себя уверенно чувствовать. Ну все, в принципе, все хорошо. Какие-то единичные фрагменты сейчас. Что-то мне в карамзит добавлю. Вот так выглядит посадочка. Вот одна здесь побольше больших кусков коры. Побольше больших масло-масляное. А вот вторая здесь таких кусочков поменьше, но побольше корней. Вот. В двух одинаковых были стаканчиках. И сейчас также будут сидеть в двух одинаковых бокальчиках. Вот они очень красиво смотрятся. И менюшки в них так одинаково сидят. Мне нравится. Всем большое спасибо за внимание. Такое немаленькое видео получилось. Я думала, что будет покороче. Но мы предполагаем, как говорится, сама ситуация располагает. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. До встречи. 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 До встречи.